беркут владыка воздуха помните в игре престолов был такой владыка света так вот он по-любому должен выглядеть как наш сегодняшний герой потому что этот летающий пернатый настоящий владыка воздуха встречайте беркута одно из наиболее известный хищных птиц семейства истребиных или просто самого крупного орла беркут птица неприхотливая он легко может жить в любых условиях среды обитания однако увидеть беркута на воле практически невозможно все потому что птица это очень хитрая и умная и как может избегает встречи с высшими приматами беркут это почти самый большой хищник из мира птиц и у них ярко выражен половой диморфизм длина тела беркута составляет среднем до метра размах крыльев до двух с половиной самки значительно превосходят самцов весе она может весить около семи килограмм а самец всего от двух до пяти беркута легко отличить от другого орла по форме его клюва он приплюснут с боков и крючкообразной формы что касается зрения беркута то она просто замечательная главная их особенность эта способность различать цвета что довольно редко встречается в животном мире но только в светлое время суток ряд адаптаций выразившиеся в способности быстро определить величину объекта и расстояние до него развились в результате эволюции беркут может заметить бегущего зверя с расстояния в два километра и не упускать его из вида на протяжении всей охоты кстати подобно сове беркут может поворачивать свою голову на 270 градусов пернатый владыка воздуха может жить практически в любом месте но предпочитает горы и степи главное условие для его существования отсутствие людей и наличие различных водоемов беркут как никто другой любит пустые необжитые места вместе их обитания обязательно должно быть много деревьев иначе где им видеть свои гнезда кстати соседи родственников беркуты тоже предпочитают держать стороне а точнее минимум в 15 километрах от своего гнезда таков размер личной вотчины беркута поскольку беркут это хищная птица то основу его рациона составляет мясо чтобы прокормиться взрослой особи требуется один-два килограмма мяса в день именно поэтому часто беркуты охотятся на животных которые значительно больше их зимой при недостатке еды может питаться падалью не побрезгуют и ослабленными животными и их детенышами более того эти спецназовцы могут даже поедать детенышей других беркутов а если уж совсем все плохо с пищей то могут голодать до пяти недель как правило беркут не имеет общего плана охоты всегда действует по-разному иногда молниеносно нападает а иногда долго долго выжидает нужного момента беркутом свойственно выбирать маршрут по которому они облетают свои владения и ищут добычу а также могут выбрать дерево с которого хорошо все просматривается при охоте пернатые монстры стараются убить свою жертву с одного удара когда ведут охоту на мелких зверьков действуют клювом в случае же охоты на большого зверя молниеносно вонзают свои большие острые когти стараясь повредить внутренние органы а если появится необходимость атаковать на уж очень большого животного то могут позвать на помощь сородичей чтобы действовать вместе при всей своей брутальности беркуты моногамные животные как правило беркуты приступают к размножению начиная с возраста 4 или 5 лет иногда еще до приобретения окончательного взрослого перьевого наряда брачный сезон в зависимости от широты и уровня оседлости наступает в период с февраля по апрель в это время обе птицы пары ведут себя демонстративно выполняют различные воздушные фигуры одно из наиболее зрелищных фигур считается типичный для орлов и конюков так называемый гирляндовый волнообразный полет с большой амплитудой который может выполняться одним или двумя членами пары во время трюка орел набирает высоту и срывается в почти отвесное пике развернув плечи и прижав концы крылья в квасту в нижней точке птица резко меняет направление движения и под углом отражения устремляется вверх на прежнюю высоту верхней точке орел потеряв скорость делает несколько взмахов крыльями и снова ныряет повторяя предыдущий вираж другие демонстративные номера погоня друг за другом симулирование нападения демонстрация когтей совместное парение и кружение по спирали гнездящиеся птицы потревоженные человеком очень редко пытаются вступить в схватку вместо этого очень легко бросают кладку либо птенцов и навсегда покидают этот район беркуты очень ответственно подходит к созданию своего гнезда в основном это бывают тихие места на вершине деревьев средний размер квартиры примерно 3 метра в диаметре строится она из веточек листиков и мха в среднем беркуты высиживают яйца около полутора месяцев после вылупления птенцов у них сразу начинается борьба за еду который приносит отец более крупные более сильные всегда отпихивают слабых от пищи в итоге более слабые умирают от голода спустя пару месяцев после рождения мама начинает учить детенышей летать птенцы освоившие технику полета остаются жить в родительском гнезде до наступления весны издают звуки беркуты редко и процесс общения во время обучения полету один из немногих случаев в среднем на свободе беркуты могут жить до 25 лет в условиях неволи доживают и до 50 естественных врагов у беркута нет единственным их врагом является естественно самый страшный хищник на планете этот человек за последние столетия беркут исчез из многих районов где обитал ранее причинами этого стали массовые истребления использование пестицидов урбанизация и изменения земель под хозяйственные нужды в настоящее время беркут как и большинство других европейских пернатых хищников находится под охраной государственных законодательств и межправительственных соглашений в частности беркут имеет статус редкого вида в красной книге по оценкам экологов в настоящее время общая численность этой птицы в мире составляет около 170 тысяч особей по мнению специалистов русское название беркут по всей видимости пришло из тюркских языков так в мифологии туркмен присутствует персонаж до исламского происхождения буркут баба хозяин дождя бог вступающий в спор с самим аллахом у кочевых народов центральной азии главным образом казахов киргизов и монголов беркут используется в качестве ловчей птицы для охоты на лисиц корсаков зайцев иногда волков сайгаков и джейранов как правило к охоте приучают молодых но уже летающих орлов процесс ловли дикой птицы занимают один-два дня охотник расставляет сеть с приманкой например голубем или кекликом в местах где охотится птица пойманного беркута несколько дней морят голодом и бессонницы охотники неотлучно находится рядом с птицей разговаривает с ней играет на домбре затем дрессирует на кормление с руки поначалу дикий орел не принимает пищу от человека и часто на него бросается однако спустя время привыкает и становится более послушным следующий этап травля на приманку с набитой соломой чучелом лисицы привязанным на длинную веревку в прежние времена тренировались живой собакой голодную птицу выносят на улицу с надетым на голову кожаным колпачком клобучком иначе тамагой и снимает ее в присутствии жертвы накинувшиеся на добычу птицы не дают растерзать ее но награждают кусочком мяса традиция охоты с беркутом имеет очень древнюю историю об этом в частности свидетельствуют наскальные рисунки петроглифы найденные на территории монголии и относящиеся к андроновскому периоду бронзового века потомственные охотники называемые беркутчи или кузбеги учатся с детства и секреты мастерства передают из поколения в поколение беркут имел очень важное значение и в шаманском облачении древних алтайцев и считался его помощником во многих культурах североамериканских индейцев беркут и белоголовый орлан считаются священными птицами духовными посланниками богов примечательное изображение золотого орла имеется на флаге казахстана а как вы думаете кто из орлов круче всех пишите в комментариях спасибо что посмотрели этот ролик не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео там много интересного с вами был канал о животных зу мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты любите природу вместе с нами до скорых встреч